Делегация Вилюйского района посетила столицу страны. Стартовавшие в Якутии, в Москве продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 125-летию первого якутского композитора Марка Жиркова. О визите делегации в следующем материале. Прежде всего, делегацию Вилюйского улуса тепло приветствовал постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрий Куприянов. Он рассказал землякам о тех республиканских юбилейных мероприятиях, которые только что прошли в столице. О деятельности поспредства, о ближайших и долгосрочных перспективах. В свою очередь, вилючане сообщили о цели своего визита в Москву. Юбилейную дату своего знаменитого земляка Марка Николаевича Жиркова было решено отметить именно здесь, так как он, закончив Московскую консерваторию имени Чайковского, вошел в число 400 самых выдающихся ее выпускников. Надо сказать, что к данному событию вилючане подготовились серьезно. Они привезли выставку детских рисунков и стенд, где представлена вся биография знаменитого композитора. А еще показали поздравления российских космонавтов, которые брали с собой на орбиту фотографию Жиркова, и которая теперь будет храниться в Вилюйском музее. Впереди у делегации Вилюйского улуса много мероприятий, в организации которых неоценимую помощь оказывает постоянное представительство. Встреча, она только начало наших совместных действий на будущее. Марк Николаевич Жирков это первый. Первым всегда быть тяжело. И то, что вот события произошли, наверное, главное здесь мы отметим, что ровно где-то 60 лет назад, в 57-м году, когда первый раз Якутия с культурными достижениями приехала в Москву, звучала его музыка. Его Нюргун Боатур. И я уверен, что в этом году мы именно в эти же даты, начало 14 декабря, сотворим, чтобы в галоконцерте тоже звучала именно его музыка. Добавим, что подобные встречи обогащают участников и зрителей полезными и интересными сведениями об известных людях республики. Наталья Сазунова, Михаил Кулаков, НПК «Саха-Москва».